Добрый день, дорогие телезрители и радиослушатели. Сегодня мы встречаемся с вами в рамках очередной передачи моей авторской программы «Профессор доступно о важном». В студии я ведущий, председатель Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России, профессор кафедры конционного и муниципального права юридического факультета Северо-Восточного федерального университета доктора юридических наук, профессор Александр Николаевич Ким Кимен. Ну и сегодня у нас будет 12-я по счету передача. Мы будем говорить об актуальных аспектах развития юридического образования и реализации Конституции Российской Федерации, поскольку в этот день мы отмечаем 30-летие основного закона нашей страны. Поэтому прежде всего разрешите мне искренне поздравить всех якутян с этим большим государственным праздником. Ну и мы пригласили в студию человека, которого мы считаем одним из главных конституционалистов, специалистов в области конционного права. Это доктор юридических наук, профессор Дмитрий Николаевич Миронов. Он является заслуженным юристом Российской Федерации, заслуженным работником народного хозяйства Республики Саха-Якутия, лауреатом государственной премии в области государственного строительства имени Максима Кировича Амосова, лауреатом государственной премии в области юриспруденции имени Михаила Михайловича Федорова, почетным гражданином Республики Саха-Якутия и профессором кафедры конционного и муниципального права Северо-Восточного федерального университета. Добрый день, уважаемый Дмитрий Николаевич. Ну, я всегда начинаю свою программу с того, из чего же лепят профессоров, как они, обычные люди, становятся профессорами. Пожалуйста, расскажите о своем детстве и почему вы избрали именно профессию юриста и, более того, стали преподавателем высшей школы. Александр Николаевич, спасибо за приглашение. Ну, прежде всего, я искренне поздравляю телезрителей нашей Республики 30-летием нашей Конституции Российской Федерации. В принципе, конечно, для Республики Конституции Российской Федерации имеет очень существенное значение, является базой нашей Конституции, нашего законодательства, наших органов государственной власти, всей нашей деятельности нашей Республики. Ну, тут говорит очень трудно в том смысле, что все знают, с 30 лет, которые прошли под эгидой Конституции Российской Федерации и нашей Конституции, это самые знаменательные годы, наверное, в истории Якутии. таких масштабных изменений, масштабных достижений, даже с точки зрения городского строительства, с точки зрения коммуникации, с точки зрения тепла, с точки зрения комфорта, с точки зрения даже дачного строительства, даже с точки зрения того, что человек сел на автомобиль, Эти 30 лет были совершенно исключительными. И, наверное, каждый якутянин сопоставляет то, что достигнуто именно эти 30 лет, в какой-то степени видит, что в этом, скажем, в кавычках, виновата Конституция Российской Федерации. Но что касается того, какова моя жизнь, как она складывалась, она складывалась очень трудно. Врагу не пожелаешь такую жизнь, что называется. Я воспитывался в детских домах нашей республики. В Мондагайском детском доме жил, в Каптагайском детском доме жил, в Жабульском детском доме жил. Очень мало времени жил в Мархинском детском доме, потом, значит, в Павловском детском доме. В разных школах учился, менял, но не по своей воле, по разным причинам, по состоянию здоровья, по разным таким обстоятельствам. Но, в целом, значит, если сказать, как я перешел в юриспруденцию, то я могу сказать такой, ну, в жизни очень часто бывают какие-то мелочи влияют. А эта мелочь случилась у меня в Кабаровске. Я служил в армии, в то время был в штабе округа, военного округа, писарем. И одновременно был архивариусом. И нас, комендантского взвода, отправляли разные места на уборку, там всякие такие вспомогательные работы. Я очень часто попадал в военную прокуратуру. И там, значит, пыль вытирали, ну, разные вот такие вещи. Ну, а потом как-то прокурор разговаривался с нами, и как-то он сказал, вот есть такой Севердловский юридический институт. Ребята, вы в этом году заканчиваете, у вас срок заканчивается, трехгодичный срочный слух бы. Поэтому вам дам адрес, ну, на всякий случай, вот так. Ну, а для того, чтобы поступить, вы обращайтесь к своему командованию. Если вам дадут, значит, направление, будет прекрасно. Ну, я, соответственно, обратился к военному командованию, тем более я командира воинской части сдал. Ну, и... А он, не задумываясь, дал это направление. И этим направлением я попал, значит, в Севердловский юридический институт. Вот так сложилось. Ну, а после окончания Севердловского юридического института меня пригласили в аспирантуру. Ну, аспирантуру я учился три года. Из них два года учился в Москве. Благодарен... Вот, я ходил тогда в Министерство высшего образования, и они мне устроили в обсужитие. Так что, на Кутузовском проспекте. Так что, случайно и не случайно, но легко обходилась и в жизни так устроенность. И там, значит, хорошие ребята, хорошие люди, прекрасная обстановка была. Ну, вот так и... А потом я защищался в Севердловском юридическом институте. А докторскую я защищался в институте прокуратуры, генеральной прокуратуры. Вот так сложилась моя судьба. Я не скажу, что какая-то такая очень большая была личная направленность. Ну, вот какие-то обстоятельства в жизни, они способствовали выбору профессии. Я благодарен вот этим случайностям. Ну, я полагаю, что я ее не упустил. Спасибо, Дмитрий Николаевич. Ну, вот сегодня у нас в Северо-Восточном федеральном университете проходят федоровские чтения. И они уже проходят в виде всероссийской научно-практической конференции для студентов и аспирантов. А вы являетесь ближайшим соратником нашего дорогого патриарха юридического образования Михаила Михайловича Федорова. Скажите несколько слов, как вы с ним встретились, и как он вас убедил из центральной части России приехать в Якутию? Да, Михаил Михайлович в моей жизни сыграл большую практическую роль, конкретную жизненную роль. Конечно, когда он начинал, добился открытия отделения правоведения, специалистов, преподавателей было очень мало. И он, что называется, искал кандидатур в разных местах по Союзу. Ну, были люди разбросаны. И вот в Ленинской библиотеке меня нашел декан историко-филологического факультета Спиридонов. И он от имени Михаила Михайловича пригласил приехать сюда. Ну и, соответственно, конечно, я поставил определенные условия. А потом, значит, Михаил Михайлович мне присылает, значит, большое письмо и приложение к письму о том, что ректор Якутского государственного университета, значит, поручает, выделяет квартиру, устраивает и в этом берет на себя обязательства. Ну и наготовенько я приехал. Так что... Тогда кто был ректором? Ариан Ильич Кузьмин? Да, Кузьмин был. После него был Андрей Василий Сергеевич. И, значит, когда я приехал, и через некоторое время я жил в обсижитии, а потом выделили квартиру. Так что все было по договоренности. Да, все реализовывалось. Все 100%. И очень хорошо. Обещания все они выполнили. Ну и благодаря вам, значит, обучались мы, то поколение, которое вот закончило юридическое отделение Якутского госуниверситета. Ну и вы являлись человеком, который был действительно глубоким таким профессионалом высокой компетенции. И мы вам всегда говорим большое спасибо. Либо, ну вот, если говорить о развитии юридического образования, какие вот вехи выделили бы в то, что вот благодаря Михаилу Михайловичу случилось? Да, вот знаете, какой... Ну, он практически начал с нуля. Угу. Заочного отделения. Да. И уже не секрет о том, что тогда власти не очень хотели открытия юридического отделения. Ну и вообще они считали в какой-то степени подготовки юристов здесь и с лишней заботой. Они считали, что есть Северловск, есть Саратов, есть Московский университет, так что через, ну и Томский университет, и через эти учебные заведения можно будет. Ну и какие-то надежды возлагались на Харковский юридический институт. Так что они считали, вот все эти учебные заведения вполне обеспечивают. И тем более они говорили о том, что, ну, по словам Михаила Михайловича, под боком у нас есть Магадан, под боком у нас Иркутск, ну и Хабаровске тоже есть заочное отделение. Значит, вот, исходя из этих соображений, говорили о том, что вот не нужно. Но Михаил Михайлович аргументировал это дело достаточно практической стороны. Он указывал на то, что для того, чтобы учиться в других городах, нужны значительные средства. Транспортные расходы, расходы на проживание в чужих условиях. И, конечно, это не очень способствует более внимательному, вдумчивому изучению предметов, изучению вот тех программ, усвоения тех программ, которые есть. И поэтому он все-таки настаивал на том, чтобы надо открыть учебные заведения. Но у него еще и была другая мысль. Мысль такая, что в конечном счете он говорил о том, что... Это вот когда мы общались на кафедре последующем. И он говорил о том, что, ну, если говорить о государственности, если говорить о самостоятельном, относительно самостоятельном развитии, если говорить о том, что необходимо те или иные вопросы решать на месте, то как же можно обойтись теми без тех юристов, которые как бы поглощены, задействованы конкретные жизнеобстоятельства республики. И поэтому он говорил о том, что вот сельского хозяйства, сельской местности и сельских школ необходимо направлять ребят, значит, вот на это учебные заведения. Но поскольку это вот дорого, значит, давайте мы сами здесь для них готовить местных кадров. И мне кажется, это положение, такие подходы у него имели жизненные силы, и он убедил многих, и в том числе руководство университета, и товарищей из обкома, и, конечно, в институте, все ходатайствовали о том, чтобы было отделение открыто. И, наверное, нынешнее поколение студентов не очень это как-то ценит, но на самом деле это большое дело, большое дело. И я призвал бы, чтобы студенты Якутского государственного университета относились с долгим уважением вот к этому факту, факту открытия, подготовки здесь, и постараться во что бы то ни стало, значит, факультет стал на уровне всех юридических учебных заведений Российской Федерации. — Да, это вот совершенно верно. И я помню, как мы в 1994 году приступили к разработке концепции развития юридического образования в нашей республике, которая была утверждена ученым советом нашего университета во главе с Филиппом Васильевичем. И благодаря реализации этой концепции у нас образовался вот как раз-таки самостоятельный юридический факультет, который возглавила Степанова Альбина Афанасьевна, последующим деканом стал Петр Васильевич Гоголев, ну и ныне действующий декан Рум Рума Чушницкий. Конечно, это создает основу, чтобы сегодня юридический факультет, как вы говорите, был флагманом Северо-Восточного федерального университета. Ну, я хочу отметить, что сегодня у нас 30-летие Конституции, поэтому, если обратиться к Конституции, вот она разрабатывалась в совершенно тяжелых условиях. Но первоосновой, конечно же, является Декларация о государственном суверенитете России, принятой 12 июня 1990 года съездом народных депутатов России во главе с Борисом Николаевичем Ельцином. Потом была создана Конституционная комиссия. Вот ваши впечатления о том периоде? Пожалуйста. Ну, в какой-то степени, можно сказать, ну, по возрасту, я свидетель всех тех событий, которые тогда были. И когда сюда приезжали представители Конституционной комиссии, съезда народных депутатов Российской Федерации, и, конечно, в этих работах участвовал, и дискуссии разные были. Ну, и с другой стороны, речь шла о том, что на разных конференциях в то время проводились, конечно, Мануко говорил в том числе о том, как двигаться к Конституции, и каким образом должно происходить само конституционное строительство. Ну, и с тех событий, с тех фактов, которые тогда происходило, ну, как мне кажется, были главными, ну, буквально несколько положений. Но прежде всего, все-таки, те, которые участвовали во всех этих процессах, были убеждены в том, что необходимо обеспечить Российской Федерации путь к конституционному развитию. Путь к конституционному развитию. В конечном счете, все-таки старались о том, чтобы Российская Федерация стала конституционным государством в полном смысле этого слова. Ну, и вторая такая непереходящая мысль, которая всегда сквозила о том, чтобы эта мысль каким-то образом была закреплена в разных вариантах в той или иной мире, и решила о том, что при великих достижениях Советский Союз все-таки не во всех отношениях сумела раскрыть таланты и, ну, способности российского гражданина, российского человека. Ведь в конечном счете российский человек – это в своеобразных условиях совершенно разное, в своеобразных географических, исторических, социальных условиях. И таких условий в мире нет, в мире нет. Значит, этот человек, в нем заложен огромный потенциал. И вот задача видели в том, чтобы каким образом сделать так. Хорошо. Мы сейчас буквально прервемся на несколько минут рекламную паузу, потом продолжим у нас интереснейший разговор. А у нас вот в студии наши редактора, режиссеры Николай Слепцов и Мария. Еще раз приветствую наших телезрителей и радиослушателей. Мы продолжаем нашу передачу в рамках программы «Профессор доступно о важном». И у нас в гостях доктор юридических наук, профессор. Профессор кафедры конционного и муниципального права Северо-Восточного федерального университета Дмитрий Николаевич Миронов. Ну, я хотел бы отметить, что в студии нашу работу обеспечат режиссеры. Это Николай Слепцов-Айден и Мария Сунхалырова. Дмитрий Николаевич, ну, давайте к нашему основному закону. Да. Вот основная парадигма Конституции Российской Федерации и те преобразования, которые происходили. Вот на ваш взгляд, как вы на это смотрите? Вот те идеи, которые были высказаны, конечно, в значительной степени были закреплены в самой Конституции, в тексте этого основного закона. Конечно, с точки зрения современного подхода Конституции Российской Федерации привлекает с многих сторон. Но прежде всего я бы отметил, конечно, то, что очень последовательно Конституция закрепляет характеристику Российской Федерации. Ну, те же, которые мы говорим, значит, демократическое государство, федеративное государство, правовое государство, социальное государство, светское государство. Это довольно такой полная характеристика. Ну, а если сказать по современной, с точки зрения современности, к этому добавляются и другие. В целом, значит, начинает вырисовываться новая модель российского государства. Ну, если обобщенно сказать, это сосредотачивается в двух словах государство-цивилизация. Значит, в этом плане, конечно, Конституция делает шаг значительный вперед, и обобщение очень значительное. И, соответственно, конечно, структура власти, характеристика власти, механизм власти меняется. И даже с точки зрения вот того, что такой элемент, значит, иногда к литературе говорят, национализация. То есть речь идет о требованиях к кадрам государственного механизма, органам государственной власти. И это, конечно, продиктовано новой моделью российской государственности. Ну, а дальше речь идет о том, что в современных условиях, конечно, очень многие происходят изменения. И, в частности, тем положением, которое у нас существует, размер государства. Это, значит, многоконфессиональность, поликультурность и так далее, и так далее. Конечно, присоединяются и, значит, крупные задачи, состоящие необходимости построения многополярного мира. В этих условиях, конечно, государство долго должно сосредотачиваться. Другого выхода и не видеть отсюда, и модель российского государства, которая закрепляется в поправках 2020. Вот, в целом, с этой точки зрения, Конституция Российской Федерации очень своевременно ввел, как мне кажется, понятие развития государства. То есть, не статикам только нужна, а нужна динамика государственного строительства, государственных деятельностей, государственных функций, развития механизма государства, ну, и с точки зрения стратегического подхода государства к различным проблемам. И вот это понятие, которое, может быть, не всегда, а как-то бросается в глаза, понятие развития государства, имеет, мне кажется, очень существенное значение. Еще специалисты будут дальше развивать эту мысль. Ну, а дальше, можно сказать, очень существенный момент, который Конституция сегодня вот развивается. Конституция – это идея гражданского общества. Действительно, в нашей Конституции и все наши советские Конституции, даже такая Конституция, как 1978 года, такого понятия не знало. И сегодня это понятие вошло в состав конституционного текста. И это, конечно, только начало. И в этом смысле есть перспективы дальше смотреть. И самое главное, интересное заключается в том, что это понятие двух ракурсов присутствует в Конституционном тексте. С одной стороны, это понятие присутствует, когда говорится о взаимодействии, доверии между государством и обществом. А с другой стороны, речь идет о том, что правительство Российской Федерации своими планомерными действиями и регулятивной деятельностью должно способствовать формированию развития динамики гражданского общества. Значит, в этом плане, как видите, достаточно своеобразный подход к Конституции Российской Федерации. Дмитрий Николаевич, ну вы достаточно скромно сказали, что в силу возраста принятия Конституции это происходило на ваших глазах. Но я считаю, что вы были одним из активных участников этого процесса наряду с нашим профессором Михаилом Михайловичем Федоровым, наряду с Ларионовым Егором Михайловичем, Анатолием Дмитриевичем Петраковым, да, и часто ездили в Москву по поручению Михаила Ефимовича Николаева, который был членом Конституционной комиссии. Пожалуйста, об этом переводе несколько слов ваших воспоминаний. Ну, я прямо должен сказать, моя роль по сравнению с ролью других ничтожна. Я участвовал только в разных дискуссиях, о каких-то голосованиях, или никогда не участвовал. Так что это не в счет. Мое участие не в счет. А что касается, вот, скажем, Егора Михайловича, и Ларионова, Анатолия Дмитриевича, да, и даже по конкретным вопросам, и они остались в памяти людей, которые участвовали в разработке Конституции Российской Федерации. Вот всего сейчас вышел шеститомник, и там прямо текстуально, говорится, приводится выступление Егора Михайловича, Александра, вернее, Анатолия Дмитриевича, Петракова, и так далее. Ну, вот, в частности, такой пример, когда Егор Михайлович выступает предпологом о суверенитете республики. И в том числе тогда, когда речь идет о том, что суверенитет не упоминается, упоминается слово государство. И в связи с этим тоже он выступал комментарием. И второй очень сложный вопрос, по которому он вел постоянную дискуссию, это о том, в каком положении должно быть федеративный договор по отношению к тексту Конституции. Он с одной из раз стаивал, чтобы все положения федеративного договора были перенесены в Конституции Российской Федерации. Ну, а с другой стороны, он настаивал на том, чтобы федеративный договор должен как приложение присутствовать в тексте Конституции. А что касается Анатолия Дмитриевича, у него выступлений тоже разным вопросом много, но он до конца стаивал, предположим, такое понятие, которое, к сожалению, не удалось отстанять, это гражданство в республиках. Он обосновывал исторически, он обосновывал различными конкретными вопросами, и он обосновывал, что гражданство республик ни в коем случае не мешает гражданству Российской Федерации. Но, к сожалению, и тем, которые выступали за этот тезис, не удалось отстоять. Но, тем не менее, речь идет о том, что они вложили очень много энергии, в том числе, вот Петраков здесь отличался последовательным подходом. Ну и, конечно, Михаил Ефимович Николаев, наш первый президент, был членом Конституционной комиссии, много раз выступал. Вот как вы считаете роль Михаила Ефимовича в заключении федеративного договора и в принятии нового текста Конституции Российской Федерации? Я думаю, то, что писал Климент Егорович о роли Михаила Ефимовича подготовки и текста федеративного договора, и подписания федеративного договора, это классический подход нашей республики. И здесь ничего не надо вносить. Климент Егорович Иванов полностью сказал здесь, как должно быть, как было по фактуре. По фактуре. Действительно, без усилий, без личных усилий, персональных усилий Михаила Ефимовича очень трудно представить прохождение текста федеративного договора. Но что касается Конституции, разработки Конституции Российской Федерации, то Михаил Ефимович тоже внес значительный вклад. Я вот сегодня выступал и упоминал о том, что в этом шеститомнике специально есть индекс авторский фамилии. И там Михаил Ефимовичем обозначается цифра 71. 71 раз он упоминается его выступление, различные материалы в этом шеститомнике. То есть, это история, он вошел в полном объеме. Но самое главное состоит в том, что он написал полный текст, проект новой Конституции Российской Федерации. Значит, он принял необходимость Конституции Российской Федерации новой Конституции. Значит, что называется, как Егор Михайлович говорит, любит выражаться в полном объеме. В полном объеме. Но что касается значит, вот текста, этот текст тоже интересен с точки зрения вот тех поправок, которые внесены в Конституции Российской Федерации и с точки зрения тех обсуждений, которые сегодня поднимаются по поводу последующих изменений Конституции Российской Федерации. Ну вот, по первому варианту, смотрите, очень интересно то, что Михаил Ефимович предлагал значит, в своем проекте главу целой о семье, о семейных отношениях и так далее. То, что вот мы что говорим, надо охранять там брак между мужчиной и женщиной, это присутствует у Михаила Ефимовича от и до. Красной нити. Да, полностью. И Михаил Ефимович еще есть глава о воспитании и культуре. Воспитании и культуре. То есть, то, о чем поправки выразили свое отношение к конституционным уровням, к конституционным поправкам, это все было отражено. Ну, а что касается новых институтов, у него, например, присутствует такой очень своеобразный институт социальное партнерство. Социальное партнерство. Или такой институт, как собственность обязывает. но это вообще-то говоря, в наших условиях имеет чисто практическое значение. Чисто практическое значение. И то, что частная собственность, корпоративная собственность должна нести социальную ответственность, это совершенно очевидно. И с этой точки зрения Михаил Ефимович опережает время. Я надеюсь, в последующем наверное его идея будет постребована. Да, вот не случайно Айсен Сергеевич Николаев присвоил имя Михаила Ефимовича Николаева Национальному Центру Медицины. И вот мы встречались со Станиславом Николаевичем Жирковым, обговаривали вопросы, как увековечить имя Михаила Ефимовича. Там открыт мемориальный кабинет его, в день его рождения. Ну и мы договорились о том, что мы там откроем общественный интеллектуальный центр Николаев клуб первый. И вот в рамках этого клуба мы будем проводить работу для встреч с медицинским персоналом, с пациентами и рассказывать о тех идеях, которые были у Михаила Ефимовича. И реализованные идеи, и еще не реализованные, но в будущем мы уверены, что они будут реализованы. И я хотел бы пользу, чем вас пригласить на такую встречу. Если вы согласны. я буду участвовать. Если здоровье позволит, обязательно буду участвовать. Обязательно. Но вы как профессор любимый многими поколениями студентов, поэтому вот в день, юбилейный день Конституции Российской Федерации, как бы вы хотели обратиться к своим студентам, на что им необходимо обращать внимание будущим юристам? Конечно, сегодняшняя подготовка юристов совсем другая, чем 90-е нулевые годы. Но я начинал преподавательскую деятельность с 1962 года. Даже ужасно говорит. Да. И конечно, если вот я сейчас вспоминаю, занятия чисто академические были. Абсолютно академические. Но мне хотелось бы в современных условиях, несмотря на все новинки, технические, информационные, цифровые и прочее, прочее, конечно, подготовка студентов должна иметь как бы несколько подходов. Первый подход, первая линия подготовки – это общотеоритическая подготовка. Ну вот, например, теория государства и права или истории государства и права зарубежных стран, истории политических учений. Конечно, так же надо читать, как в старину. Но сегодня... Я хочу поблагодарить, Дмитрий Николаевич, у нас, к сожалению, время заканчивается, поэтому еще раз давайте поздравим всех с Днем Конституции, пожелаем всем успехов. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok